Всем привет, с вами Андрей Иваров, мы играем в Blood Bowl. Сегодня у нас матч полуфинал против гномов. В принципе, гномы это та команда, которая ориентируется на... То есть гномы это во многом полная противоположность эльфов. Они неловкие, они медленно бегают. Но они хорошо дерутся, у них большая сила и большая броня. То есть, скажем, даже если они вдруг и проиграют в драке, это им не особо страшно. Поэтому партии против гномов, они... No guts, no glory, и мы начинаем в обороне. Партии против гномов, они... Ну... Такие специфические. В том ключе, что... Мы не особо хотим с ними драться. И в том случае, когда гномы начинают с мечом... Это может вызвать у нас некоторые затруднения. Потому что как мы отнимем мяч у гнома? Никак. Но в остальном... У нас должны быть какие-то шансы. Когда мы ходим первыми, то, безусловно, через пас мы должны суметь забить. Когда же мы ходим... Когда же мы начинаем в обороне, то все зависит от того, повезет ли нам каким-то образом. Допустим, если чужой игрок не поднимет мяч и... Из-за этого... Ну, вы понимаете. Не поднимет мяч, нам передастся ход. Все в таком духе. Мы подхватим этот мяч. Если что-то такое произойдет, то да, здорово. Ну, с высокой вероятностью... Произойдет отнюдь не такое. И... Вау! Мы сбиваем с ног... Чужого охотника на троллей. Ну, тут в данном случае он немножко... Немножко переборщил со своей безумной атакой. Ну, с другой стороны, то она и безумная атака. Правильно? Ну, и здесь... В принципе, у нас... Есть тут какая-то неплохая драка. Которую мы можем использовать. Ну, а в остальном наша задача сейчас... Прикрыть центр, поскольку... Именно в центре на нас оказывается... Наибольшее давление. Именно в центре находится чужой игрок с мячом. И гномы бегают недалеко. Поэтому ожидать каких-то выходов там на фланге туда-сюда-обратно... Мы особо не ждем. Ух ты, тачка пыталась куда-то поехать. Но способность тень позволила нам ее свалить. Гномская тачка, конечно, это... Опасное изобретение. Что ж, посмотрим. Может быть, нам удастся и здесь вымучить какой-то... Какой-то... Тачтаун, если у нас будут... Выгодные стычки. Может быть и нет. Посмотрим. Пока что мы тут обмениваемся какими-то драками. Игроки туда-сюда падают. Игрок с мячом пока что не... Не уходит далеко от центра. И не раскрывается. Поэтому... Шансов вот так взять и отнять у него мяч у нас мало. Мы можем... Гипотетически отнять мяч в том случае, если... У нас будет прям очень-очень много... Каких-то хороших для нас драк. И много чужих игроков упадет. И у нас будет большинство. Ну, не факт, что ситуация сложится таким образом. Конечно, будем... Будем пытаться ее такой сделать. Ну, не факт, не факт, что это у нас так сложится. Ну, ладно, чуток передвинемся. Теперь сюда, раз противник... Чуть-чуть передвинулся тоже сюда. Все-все-все-все симметрично. Конечно, с этой машиной... Дело неприятно обсталит. Много дела она может навалять. Но будем надеяться, что судья удалит этого игрока с поля... После перерыва и... Нам станет чуть попроще. Ну же, Энт, поднимайся. Хватит валяться. Срубим чужого блицера. Сила 7. Ладно. Не будем рисковать против силы 7. Как и в прошлые разы, наша основная тактика против команд, которые сильнее нашей, состоит в том, чтобы не встревать в какие-то... Прямые столкновения. По возможности избегать их там, где это получается сделать. Ну, за исключением каких-то именно благоприятных для нас раскладов. И держать оборонительную линию. Не пропуская игрока с мечом на свою половину. В принципе, сейчас, раз уж мы начали в обороне, то самое главное для нас это просто отстояться. Этот игрок очень хорош. У него крепкие руки, стальные нервы. Он умеет блокировать, он умеет сбрасывать мяч. В общем... Надежд как-то взять его врасплох у нас не очень много. Внезапно драка для нас пошла не по тому сценарию. Но, благо, переброс нам помог. В случае конкретно с гномами, поскольку они медленные... Нам вот как раз очень хорошо так вот просто их чуть-чуть отпихивать. Мы не особо боимся, что они куда-то пробегут, когда пустимся с Кевинами. Нам просто важно, чтобы они не могли навязывать нам драки. То есть вот встать стенка на стенку, и каждый бьет каждого. Для нас это будет плохо. А тогда, когда мы выбираем какого-то одного игрока и бьем его, то, в общем-то, нас вполне устраивает. Свалили пару игроков и вернулись... Вернулись на свои места. Пожалуй, тут есть смысл нам немножко... Вот так вот еще заглубиться. А, потому что вдруг как-то он захочет вот сюда идти. Похоже, да, похоже, так он и захотел. У него остается один ход. Мы сейчас сможем прикинуть, может ли кто-то из чужих игроков за один ход добежать до нашей зоны. Если не может, то, в общем-то, и все равно. Мы тогда просто отступим. Из поля вот доезд до этой машины, чтобы она ни на кого не наехала. Окей, смотрим. У машины нет рук, насколько я помню. Так что он не может поднимать мяч. Этот игрок бежит максимум сюда, этот максимум сюда, этот сюда, 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 сюда. В общем, никто из чужих игроков просто не может добежать. На нашей голевой зоне. Потому что все, что нам нужно сделать, это убежать от машины. Этот игрок, правда, в опасности. Ну ладно. А, мы просто сваливаем отсюда. Пожалуйста. Делай. Делай что хочешь своим последним ходом. Время у тебя уже вышло. Да, теперь оппонент-то побежит сюда, но толку в этом толку в этом никакого нет. О, боже. Его машина попыталась далеко проехать, сама себя нокаутировала. Гипотетически мы даже... У нас даже тут был бы шанс забить. Если бы мы ловца подвели бы ближе к тому краю. Сможно, это некоторая недоработка. Но я, честно сказать, не верил в то, что у нас, в принципе, будет какой-то шанс. Мы даже не будем драться с чуваком, у которого мяч. Мы попробуем этого травмировать. Ну, не травмировали и не травмировали. Конец хода и... Группа поддержки гномов. Что ж, машину удалили с поля, что вполне логично. Ну... Пришел наш черед быть в атаке. Ух ты, блиц! Нас захватили врасплох, но слишком уж много не сделали. более того, игрок раскрыл нам вот этот вот коридор. Который мы теперь можем попытаться использовать. как же так. А, ну хотя тут как и крути, а... Ну ладно. Окей, уклонились отсюда. Подожди, раз, раз, раз. Странно. дополнительная зона отбора? Или что? Так, ладно. Пробежками тогда потом подумаем. Давайте сперва поднимем мяч и встанем так, чтобы никто до нас не добежал, шальной. Окей. Теперь, видимо, все-таки пришла пора немножко пресковать, но благо у нас ловкость гораздо больше, поэтому в целом больше, да не больше. Ну ладно. Два игрока у нас есть, которые угрожают забить. Все, что нам остается, это сделать один хороший пас. хм. Ничего себе ловкий гномик далеко пробежал. Так, ладно, давайте подумаем над нашими действиями, что мы можем. мы хотим сбить с ног вот в этого парня, чтобы он не мешал варденсеру ловить мяч и бежать. Но сперва мы хотим блицовать вот этим игроком и нужно сбить этого парня, чтобы он не мешал забивать. Поэтому может быть как мы поступим? Сперва мы энтом подеремся в центре. Думаю, этого даже достаточно. теперь все втроем нападем на этого парня. Он не отсвечивал. Теперь мы спокойно нападаем на блицора игроком с увеличенной силой. Все, что нам нужно, это его может быть стоило тут перебросить драку. Ну, ладно, теперь он никак не мешает пасу. что мы идем и передаем. Идеальный бросок. Соответственно, все, что остается теперь, это варденсеру один раз уклониться от этого гнома. Получилось. как я и говорил, когда мы начинаем, наши шансы забить весьма достойные. да, все клеточки по идее мы прикрываем, так что окей. Соответственно, теперь нашему противнику нужно забить нам минимум один раз, чтобы просто сравнять счет. А дальше ему нужно забить еще раз, при том, что мы снова будем ходить первыми, а как вы видели, когда мы ходим первыми, то мы забиваем довольно быстро и решительно. Гномам сложно бороться против нашей схемы с пасами и уклонениями. То есть, скажем, гномы могут довольно хорошо контролировать, удерживать мяч, если они начали с ним, вот как сейчас, когда они просто создают непробиваемую клетку вокруг своего игрока с мячом. И половиной команды его охраняют, тут, понятно, мы не полезем к ним драться, а если и полезем, то это для нас кулачится довольно плохо. Но проблема в том, что мы, в свою очередь, формируем оборонительную линию, которую тяжело противнику пройти. Снесем этого дурацкого охотника на троллей. И, кстати, теперь мы получили взятку благодаря тому, что выпал такой ивент, как Судью на мыло. Так что мы можем даже этого парня пнуть, лежащего на земле. Что, в общем-то, мы не будем стесняться делать. Дружно, дышь. Ну, ладно. Не принесло нам это большого толку, но, с другой стороны, Судья ничего не сказал, так что... Взятку мы не потратили. В следующий раз снова можем пытаться кого-нибудь подпнуть. Ну, а пока мы укрепляем оборону вот в этой зоне, поскольку мяч находится именно здесь. Между тем, сейчас Огры играют с орками в другом полуфинале. Так что, ну, мы уже как-то настраиваемся на то, что мы выходим в финал. И в финале, видимо, нам предстоит играть с кем-то из этих соперников. Ой. Чуть было. Все для нас тут не закончилось плохо. Ну, ладно. Благо, переброс сработал. И мы отпинали чужую команду. И отдали ход. В общем-то, такая ситуация нас не очень беспокоит. Гномы медленные. Мы не вот прям ожидаем, что они смогут что-то серьезное нам противопоставить. В том смысле, что они могут передвигаться довольно короткими такими перебежками. Да, они серии подрались, подрались, чуть подвинулись, подрались, подрались, оттеснили нас, продвинулись. Но такие короткие продвижения явно не то, что нужно нашему противнику сейчас. Оп. Толстый череп остается толстым. Ну, а нам, возможно, стоит все-таки найти себе какое-то более достойное занятие, чем пинание этого лежащего игрока. Например, ну, как-то свою оборону тут усилить. Раз уж наш противник зажал себя на этом пятачке, то мы поможем ему. Если это то, что ему нравится, то, безусловно, мы должны ему помочь и дальше оставаться зажатым на этом пятачке. Окей, он мстит нашему игроку с бонусной силой, сваливает его с ног. Ну, а мы всплывали. В общем-то, у нас нет каких-то других особых действий. Ну, разве что, вот, пнуть лежачего. Этого гнома долго-долго пинали. Теперь он должен быть очень зол. Опять, оказывается, мы дикие лесные эльфы. Что вы от нас хотели? Бить лежачего вполне в нашем духе. Окей, к последнюю наш вордэнсер падает на землю, но нокаут отнюдь не слишком страшный результат. Это даже не травма. Так что полежи, ты придет в себя. И сейчас, в общем-то, мне кажется, хотя, возможно, рано еще так говорить, но мне кажется, что уже из этой позиции противник не может нам угрожать голым. Поэтому, может быть, мы просто чуть-чуть перестроимся. Ну, поскольку раз он перестроился, то и нам, в общем-то, не лишним будем это сделать. Ну, пожалуй, да, пожалуй, мне кажется, ух ты, тем более теперь, когда он, по сути, сделал неудачную атаку и, можно сказать, пропустил ход. Ну, да, теперь у него остается всего один ход, и за этот ход ему нужно забить, но никто из его игроков так далеко не может просто добежать. Поэтому, да, он может еще разок напасть на нашего игрока, но больше у него особо и нет никаких позитивных действий. Как я и говорил, против гномов, поскольку у нас есть половина игры, когда мы начинаем, то наши шансы хорошие. Гномам тяжело против нас в атаке, нам легко против них в атаке. В обороне, безусловно, то есть, скажем, когда гномы атакуют, то как бы тяжело всем. И нам тяжело, потому что мы не хотим никого потерять. И им тяжело, потому что... Им сложно пробиться. Ну... Как будто ни было, у нас есть половина, когда мы атакуем. Мы забиваем, и дальше все спокойно. Окей, окей, мы выходим в финал Blood Bowl. К тому же, кто-то у нас перешел на новый уровень. Нападающий с переломом коленостопа как-то дослужился. Что ж, молодец, пускай у него будет навык блок. Как-то стал опытным игроком. Ну, в общем-то, за столько сезонов пора бы. Ну, что ж, момент истины. Финал. И в финал мы будем играть с Ограми. Вот это да. Вот это прикол. Ну, хотя я могу представить, как Огры могли обыграть Орков. Это, в общем-то, представимый сценарий. Я могу представить, как Огры могли обыграть людей с результатом 4-3. Хотя, хотя все-таки я бы ожидал, скорее, что люди должны выиграть. Но вот то, что Огры обыграли эльфов 4-1, это, конечно, просто потрясающе. Какие-то это интересные Огры. Посмотрим, кто у нас тут есть. Шесть Огров. И остальные Снотлинги. Ну, в общем-то, вполне такая стандартная, стандартная Огрская команда. Мы с ними уже пару раз встречались. Ну, что ж, финал против Огров. Я думаю, мы должны его выиграть.